Приветствую вас и для каждого человека то, что вы описываете, то есть понятие роковой, роковой мужчины или роковая женщина, это имеет свое наполнение, потому что у каждого человека свой образ такой женщины. И вообще говоря, именно роковая женщина, роковой мужчина, роковой человек, это тот, который будучи в личных отношениях с субъектом, то есть находясь в любовных отношениях, он изменил жизнь человека настолько, что поменялось все, вплоть до взглядов, до местожительства и так далее. То есть понятие роковой здесь в том, насколько такой человек оказал влияние на другого человека. Какое это влияние? Ну, понятно, как правило, влияние скорее негативно, потому что ясное дело, что если все хорошо, то это не роковой человек, а это идеальный, так сказать, вторая половинка. А роковой – это именно тот, который как бы, находясь в отношениях, и в отношениях достаточно успешных, вместе с этим полноценно развить эти отношения не смог, но при этом повлияло на личность таким образом, что у того произошли очень сильные изменения. На самом деле, определение рокового человека на этом, в принципе, можно закончить, потому что у каждого, я еще раз повторю, оно свое, это понятие. Но, одной из самых главных характеристик рокового человека является незавершенность. Отношения с таким человеком никогда не являются завершенными. Никогда. У них всегда есть определенная недосказанность, определенная неточность. Отсутствие четкого направления. Именно так определяется роковой человек. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.